Несмотря на войну в Луганской области, первую смену принял детский оздоровительный лагерь «Заря». Там проведут летние каникулы более тысячи детей, хотя практически поблизости идут боевые действия. На открытии побывала и наша съемочная группа. Государственный флаг Украины и флаг страны мальчишек и девчонок. Самое поднять! Так открывается новый сезон в детском лагере отдыха под шефным местному рубежанскому химпредприятию «Заря». Звучит украинская песня в исполнении одной из вожаток. Перед четырьмя сотнями детей выступают актеры в костюмах космических пиратов. Это уже добрые пираты, они уже ничего не будут брать, они уже только вам будут раздавать подарки. На открытие первой смены года к детям приехал и лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. Можно политикам о многом говорить о каких-то глобальных вещах, безусловно о мире, безусловно о том, что надо его достигнуть. Но надо делать и небольшие, но очень важные для детвора вещи. Надо открывать оздоровительные лагеря детские, чтобы дети здесь оздоравливались, играли, заводили новое знакомство, учили новые игры, чтобы они получали заряд бодрости на весь год. На протяжении лета здесь будут отдыхать дети-переселенцы с оккупированных территорий и те, кто живет непосредственно на линии огня. В этом регионе это особенно важно, потому что Луганской области, вообще в зоне, которая близка к военному конфликту, дети особенно страдают. И вот эта поддержка сегодня, их возможность пожить счастливой жизнью, это для них вот такой заряд, который будет их поддерживать на протяжении всего года. Именно вот в этом регионе, там, где остро ощущается война. Максим, откуда ты? Из Луганска. Родители переехали сюда, да? Ну да. Почему? Война. Там война и шла, в наш дом залетел снаряд. Но все хорошо уже, никто не погиб. Вожатые занимаются с такими детьми по специальным программам. Поддерживаем морально, пытаемся отвлечь ребенка, чтобы он об этом не думал, потому что еще рожу, он на оздоровление. Из 1050 детей, которые оздоровятся, 170 это дети переселенцев, это дети, которые особенно пострадали от войны. В 2014-м лагерь прекратил свою работу, но потом, при поддержке химпредприятия «Заря» и основанного Юрием Бойко фонда «Крышталево-Джирело», тут развернулись ремонтные работы, а количество отдохнувших детей здесь стало даже больше, чем было до войны. С 2010-го года, 2015-й, 2016-й, 2017-й, 2018-й, вот эта цифра держится стабильно. До этого цифра была меньше. Дети из Луганской области наперебой выдвигают свои требования лидеру парламентской фракции. Я бы хотела, чтобы отстроили еще те два корпуса и сюда завозились еще больше детей. Что надо сделать? Зверинец, зоопарк, отремонтировать корпуса. Клетку, аквариум с рыбами. Аквариум с рыбами. Не, еще надо было в фонд-зал или что? Дорогу нормальную. Элопор! Лагерь. Хорошо. Все, отличный план подготовили. Все, едем выполнять. Договорились? Да! Виктор Скачук, Леонид Аборин. Подробности телеканал «Интер» из Луганской области.